Сегодня мы будем тестировать с вами очередной достаточно странный продукт, вернее как, продукт может быть и не такой уже и странный, а достаточно привычный для нас, это BB крем, но вот метод его исполнения, или скорее метод его нанесения, который предполагается, как по мне, это довольно странный. Сегодня мы протестируем с вами вот такое вот корейское ноу-хау, это BB крем с необычным аппликатором в виде ролика, именно таким образом и предполагается его нанесение. На самом деле в последнее время я наблюдаю огромное количество каких-то странных продуктов, мне кажется, что производители все больше и больше стараются придумать что-то новое, предложить какую-то альтернативу уже устоявшимся каким-то методам нанесения, или просто каким-то средствам косметическим, и иногда получается очень странно, как было это с силиконовым спонжем, виброспонжем, да что я только не тестировала. Что касается вот этого, то здесь не настолько все экстремально, но в то же время мне вот интересно, потому что если почитать здесь инструкцию, то написано, что с помощью этого ролика вы добьетесь легкой текстуры, которая без ощущения макияжа на лице, то есть эффект получается очень свежим и очень таким легким. И также помимо всего прочего здесь перечислены все прелести макияжа, такие как сглаживание морщин, сглаживание пор, текстура лица, ну в целом, короче, все, что можно было придумать, все здесь указано. Упаковка у этого бибикрема, я имею ввиду внешняя, достаточно симпатичная, здесь даже с помощью голограммы все так запечатано, и я, естественно, это сейчас все буду разрывать. Ого, здесь не просто такая вот картонная упаковка, здесь еще дополнительная упаковка, вот такая вот, как прям у супер дорогих средств. И вот, собственно, сам бибикрем. Ну, что я вам хочу сказать, по первому впечатлению достаточно странный агрегат, потому что я не представляю, как это будет удобно или неудобно, мне кажется, достаточно маленький. Возможно, будет удобно в районе под глазами, где-то вот, может быть, вокруг носа, но это такое первое впечатление. Я, кстати, взяла первый оттенок, и зная корейцев, скорее всего, он будет просто белым, как штукатурка, поэтому проверим, как подойдет или не подойдет. Весь принцип заключается в том, что здесь сбоку есть кнопочка, и когда вы нажимаете на эту кнопочку, то продукт начинает распространяться вверх и попадает на сам ролик. На всякий пожарный я тут заготовила тоже овальную синтетическую кисть и спонж, если придется спасать ситуацию, но я надеюсь, что не придется. И мне еще, знаете, по первому впечатлению, вот этот аппликатор напоминает валик для покраски стен. Хорошо, хоть не шпатель здесь сделали. А, кстати, следующим трендом, наверное, надо сделать шпатель как аппликатор, и это уже будет такой конкретный намек, мол, укладывайте штукатурку себе на лицо. Пока только краску. И что, кстати, интересно, этот валик здесь снимается, и здесь просто вот такие вот дырочки, через которые, наверное, и выходит сам продукт. То есть это никак не соединено с самой упаковкой, то есть в теории даже можно вот это помыть, что достаточно неплохо в плане гигиены. Ладно, я уже достаточно много чего наговорила, поэтому мне кажется, уже пора все-таки пробовать. Я все оттягиваю этот момент, потому что каждый раз, когда я тестирую что-то странное, у меня аж сердце начинает быстрее биться, потому что я все время переживаю за результат. Да. Ладно, ну что ж, нажмем. Так, а что должно происходить? То есть я должна нажать, а потом мазать? А ну давайте попробуем. Разобраться бы еще, как его оттуда достать. Где ты? Алло. А, может, несколько раз надо нажать, наверное. Точно. Я его вижу, я его вижу. Он начал выходить. Все, он уже там есть. Цвет белый. Какие я считала. Ну что ж, пробуем. Цвет просто белоснежный. Наверное, для меня это перебор. Ну что ж, давайте пробовать растушевывать. Здесь написано тоже в инструкции, что начинать нужно с щек и потом двигаться дальше, к периферии, чтобы равномерно все растушевать. Запах, кстати, у него очень приятный, я бы сказала. Ну что ж, сразу могу сказать, что в принципе, в принципе, я ожидала худшего. Не обращайте, пожалуйста, внимания на оттенок, потому что оттенок, ну, явно мне не подходит. Слишком светлый. Но мы пока просто тестируем метод нанесения. И вообще, стоит ли это того, чтобы обращать на него внимание. Что хочу отметить позитивного, мне кажется, действительно, что-то в этом есть. Потому что такое впечатление создается, что я делаю какой-то небольшой массаж даже своему лицу. Ну, то есть, этот валик, он не твердый, он не какой-то ужасный, там, неприятный. Или вообще, который не справляется со своей задачей. Мне кажется, он справляется достаточно, ну, относительно неплохо. Да, все-таки я могу, конечно, и получше растушевать. Здесь где-то по границам наверняка потребуется дополнительная помощь. Но, что хочу сказать, в принципе, достаточно неплохо даже наносится это все на лицо. Мне не хочется бежать сразу и умываться, потому что я понимаю, что это будет полный провал. Как, например, это было с силиконовым спонжем. И вот сейчас, когда уже абсолютно ничего нет на этом валике, то есть, новый продукт сюда не поступает. И я просто сухим валиком вот так прохожусь по лицу, мне даже нравится, вот, как он растушевывает. И мне даже нравятся вот эти ощущения, как я и сказала, такого легкого массажа. Такие вот легкие массажные движения, они даже полезны для лица и для тургора лица, особенно вот в этой вот зоне, зоне челюсти. Цвет бы еще мне подходил, было бы вообще хорошо. Хм, смотрю я вот, кстати, вблизи, вот так вот на себя. И хочу отметить, что мне даже и нравится, как выглядит этот бибикрем. Действительно, очень легкое покрытие, такое вот невесомое. Но мне нравится. Давайте продолжать с албом. Я в этот раз буду пробовать достаточно мало продукта. наносить, потому что в прошлый раз, мне кажется, я сделала опять-таки такую полосу огромную. Потом мне опять будут писать в комментариях, что я слишком много продукта нанесла. Поэтому лучше всегда, знаете, добавить, чем пытаться потом его убрать с лица. И я даже с помощью этого валика, в принципе, достаточно неплохо прошлась в зоне бровей. Что меня крайне радует, потому что обычно, когда брови уже у меня сделаны, и нужно потом сделать макияж лица, то это просто какой-то кошмар вообще, а не нанесение. Танцы с бубнами скорее. Что ж, закончила я нанесение бибикрема. И, к моему огромному удивлению, он лег достаточно просто и действительно ощущается невесомым. Хорошо лег, нигде ничего не подчеркнул. Действительно, у меня сгладились поры немного в районе носа. И не знаю, как вам, но мне кажется, вот эти вот мимические морщины тоже стали немножко менее заметными. Конечно, все еще покажет время, потому что, может быть, он скатается через, я не знаю, полчаса и будет выглядеть ужасно. Но в целом, я вот вам честно скажу, я когда садилась снимать, я думала, что нанесение этого бибикрема превратится в какое-то очередное комическое видео. Там, где я буду строить из себя дурочку, потому что явно ничего не будет получаться. Но меня он даже приятно удивил. Конечно же, однозначно вряд ли это заменит мой любимый спонж и нанесение именно спонжем или кистью на худой конец. Наверное, все-таки это не самый-самый мой любимый вариант нанесения. Но однозначно вот это намного приятнее, чем наносить тон руками. Если вы меня знаете, то наверняка знаете, как я ненавижу просто наносить тон руками. Для многих это классный способ нанесения. Мне каждому здесь свое, но я ненавижу пачкать руки в тон, ненавижу размазывать его по лицу. Для меня вот это гораздо лучше, чем нанесение руками. На самом деле, далеко не каждый имеет огромную коллекцию кистей, спонжей дома. Многие до сих пор имеют там одну-две кисти. И это как бы весь арсенал для нанесения косметики. Поэтому для тех, у кого не сильно большой арсенал, возможно, вот это будет неплохим вариантом. Мне также очень интересно узнать, что вы думаете. Я вам обязательно покажу вариант до и после, что изменилось. И мне будет интересно услышать ваши отзывы, что понравилось, что не понравилось, ваши мысли. Готовы ли вы променять свой любимый способ нанесения на вот такую вот штукенцию. В общем-то, пишите комментарии, я обязательно почитаю, потому что мне эта тема очень интересна. А на этом у меня все. Обязательно поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, потому что только подписанные на мой канал даже шпателем могут наносить тональную основу. И она у них выглядит изумительно просто. Поэтому стоит подписаться. А если вы уже подписаны, обязательно нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Тогда YouTube будет вас всегда оповещать о выходе моих новых видео. А на этом я с вами прощаюсь. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok